Магия оружия Магия оружия Магия оружия Это крупнейшая из подобных выставок. 1200 участников из 40 стран представили свои экспонаты, и в течение четырех дней около 14 тысяч дилеров выбирают образцы для поставок своим клиентам. Боб Делфи – президент Национального фонда стрелкового спорта, который и проводит эту выставку. Фонд также финансирует некоторые национальные школьные программы. Только дилеры, имеющие специальную лицензию, получают право на осмотр новейших оружейных разработок. А новинки можно увидеть повсюду, хотя нарезна некоторых из них весьма относительно. Фирма Дикси показывает дульнозарядную винтовку Шарпа, а на локтях, что использовали сразу после Гражданской войны. Спрос на подобное оружие растет, особенно в обществах любителей исторического оружия и среди участников военно-исторических игр, инсценирующих Индийские войны 70-х годов прошлого века. Компания Navy Arms также ставит на дымный порох. Они представили впервые воспроизведенный револьвер Смит и Вессон, модели Скофилд. Старая конструкция механизма выбрасывания гильз оказалась настолько сложной, что репродукция этой модели стала возможной лишь после изобретения фрезерных станков с компьютерным управлением. Качественная сборка оригинальных образцов револьверов Смит и Вессон требовала специального оборудования и кое-каких ноу-хау, поэтому никто не пытался повторить их раньше. Смит и Вессон модели Скофилд по сложности конструкции может сравниться с часами. Фирма Винчестер к 100-летнему юбилею своей знаменитой винтовки воспроизвела в ограниченном количестве модель 1894 года со скобой Генри. Изготовлено всего 94 экземпляра ручной сборки, украшенной гравировкой. Всего 3000 штук высшего сорта с гравировкой и 12000 штук стандартного образца. Из современных разработок настоящий ажиотаж вызвала фирма Браунинг с новой системой сверхточного изготовления канала ствола. Павильон Кольта привлек внимание новым автоматическим пистолетом, калибром 5,6 мм, выполненным из нержавеющей стали со ствольной коробкой из полимерного материала. Компания предполагала, что этот пистолет станет недорогим оружием начинающих, но получилось нечто большее. Это настоящая вещь. Я говорю это не только потому, что это наша продукция. Многие стрелки, которые каждый день имеют дело с оружием, подходят ко мне и говорят, что этот пистолет это то, что надо. Так что это не мои слова. Это мнение экспертов. Сергей Гриньков, первый российский импортер, получивший лицензию, проявил особый интерес к крупнокалиберному самозарядному Кольту. Это превосходный пистолет. Рукер потряс публику первой самозарядной моделью Пиди-94Л с уже встроенным в раму лазерным прицелом. Правда, этот пистолет пока разрешен только для подразделений спецслужб. Но фирма Лупал с удовольствием обеспечит вас дополнительным оборудованием. Компания, производившая высококачественные оптические прицелы, делает первые шаги в электронике. Это небольшое и очень удобное в обращении устройство. Его легко приспособить к разному виду оружия и не надо снимать для замены батарейки. Электроника сегодня играет большую роль практически в любой отрасли промышленности. Рэй Элджин не говорит это напрямую, но интерес, проявленный к разработкам Лупалда, предсказывает скорое наступление эры лазерных пистолетных прицелов. Для разрядки можно пострелять в павильоне Кроссмана. Еще патронов? Или испытать себя на электронных мишенях. Или получить автограф у Бесс. Сегодня одежды на ней больше, чем на съемках постера для компании Интертек. Здесь есть и другие люди, у которых стоит попросить автограф. Например, Джош Локатос, чемпион мира по стрельбе. Когда ты слышишь национальный гимн и знаешь, что на тебя смотрит вся Америка, для которой ты завоевал медаль, это трудно передать словами. Лауни Мейли вполне понимает его чувства после того, как она победила в стрельбе из винтовки на Олимпийских играх 92-го года. Ей помогала федеральная патронная компания, выпустившая первый американский патрон, допущенный к международным соревнованиям. Каждая винтовка на соревнованиях делалась по индивидуальному заказу и проходила строгую проверку в Олимпийском центре. Даже пули были сделаны специально для моей винтовки, и на каждой коробке с патронами было мое имя. Стрельба другими патронами была бы не столь эффективна. В павильоне Смит и Вессон мастер-гравер Пол Пике показал штучную работу, сделанную для коллекционера из Далласа. Мотивом для узора служит девиз сафари-клуба Далласа. Инкрустация делалась по традиционному европейскому методу, с вырезанием узора на стали и заполнением его драгоценным металлом, в данном случае монетным серебром. Здесь вы можете сделать любой заказ, от просто инициалов до самых сложных узоров из драгоценного металла. Такие богато украшенные ружья могут стоить целое состояние, и на этой витрине они хранятся под плексигласовым колпаком. Но идем дальше, здесь еще есть на что посмотреть. Устройство для влезания на дерево, стрелы, системы безопасности, стрелковые очки, книги, рукояти, кобуры, камуфляж и многое другое. Три дня вгужданий по этой выставке страшно утомляют. Майкл прав. Вы просто не в состоянии рассмотреть все, что здесь есть. Но зато вы получите представление о том, насколько велика оружейная индустрия и насколько благоприятны перспективы ее развития. А сейчас рассказ о ранних системах воспламенения пороха. История огнестрельного оружия уходит в те далекие времена, когда, как это следует из самого названия, для стрельбы в самом деле нужен был огонь. Развитие оружия происходило большей частью благодаря совершенствованию системы воспламенения. Эти системы — предмет нашей сегодняшней рубрики «Великие марки». «Великие марки». Взгляд на прошлое классического оружия, оставившего след в истории Америки. В принципе, всю историю конструкции огнестрельного оружия можно свести к одной фразе. Это выбрасывание снаряда из ствола под воздействием взрывчатого вещества. Такое определение остается верным вот уже более 600 лет. Но если рассмотреть этот вопрос поближе, окажется, что для поджигания взрывчатого вещества существует множество способов. Эти запальные системы представляют собой не больше, не меньше хронику попыток человечества обуздать силу огня. Сегодня термин «огнестрельный» воспринимается как должное. Но вот ружье, которое наглядно демонстрирует, откуда произошел этот термин. При всей кажущейся простоте, это ружье с фитильным замком, относящееся к периоду 30-летней войны, является конструкторской революцией. Его относительно легкий вес позволил скидывать его к плечу. Открытый огонь — отличительная черта фитильного замка. Конструкция его вполне очевидна. Тлеющий фитиль, пропитанный селитрой, закрепляется в пружинном устройстве, называемом серпентин. При контакте затравочного заряда с фитилем происходит выстрел. Однако у этой конструкции много недостатков. Поскольку фитиль горит непрерывно, его постоянно необходимо подтягивать и беречь от влаги. Прибавьте к этому риск манипуляции с порохом в непосредственной близости от огня. Поэтому темп стрельбы из фитильного оружия был невысок, и часто происходили осечки. В том же 17 веке появился и колесцовый замок, по своему устройству, напоминавший механические дверные запоры того времени, отчего и пошло само название — «ружейный замок». На примере немецкого колесцового замка 350-летней давности из музея компании Дикси можно рассмотреть его достаточно сложный механизм. Поворотом съемного ключа стрелок одновременно открывает полку, взводит шпиндель и опускает приспособление под названием «собачья голова», которым удерживается кусочек перита. Теперь перит оказывается прижатым к колесу с насечкой, прямо среди затравочного пороха. При нажатии на спуск, колесико поворачивается, высекая искры, как большая зажигалка. Производство колесцовых замков в кустарных условиях было сложным и дорогостоящим, что помешало их широкому распространению. Гораздо проще и дешевле были замки, основу которых составляли плоская пружина и обыкновенный кремень. Один из таких кремневых замков, усовершенствованный испанцами, получил распространение по всему Средиземноморью. Как видно на примере этого двухсотлетнего персидского ружья, почти все важные компоненты находятся с внешней стороны. Классическим же считается кремневый замок французского типа, часть деталей которого скрывалась внутри. Знаменитый английский мушкет Браун Бесс иллюстрирует, как недорогой, легко заменяемый кремень порождает искры при ударе остальной огнива, поспламеняя порох. Кремневые замки исправно несли службу вплоть до 40-х годов прошлого века, когда их окончательно вытеснила другая система вспламенения. Появление капсулей ликвидировало потребность высекания искр из-за травочного заряда. Преимущества ясны сразу. Капсульный замок проще и надежнее. Однако капсульные замки довольно быстро сошли с вооружения, после того, как в середине 19-го века начали применяться патроны с металлической гильзой со встроенным капсулем. Фактически, эти патроны положили конец целой эпохе, когда стрельба требовала не только меткости глаза, но и специальных навыков по подготовке оружия к выстрелу. В то же время, современный патрон является продолжением все той же попытки обуздать силу огня, объединяя порох и пламя. Благодаря изобретению Генри в 60-х годах прошлого века началась эра современного металлического патрона. И хотя, возможно, большая часть открытий в этой области уже сделана, совершенствование огнестрельного оружия не прекращается. Вероятно, в будущем как и чем мы стреляем будут определять безгильзовые патроны и электронные системы воспламенения. А если вы хотите увидеть, как и чем стреляет лучник-виртуоз Байрон Фергюсон, смотрите нашу рубрику «Выстрел программы». Shot of the week. Пол!